Давайте решим неравенство с параметром, которое попалось на одном из последних пробников официальных российских. Вот так оно звучит, условие. Найдите все значения параметра, при каждом из которых решение неравенства образует отрезок длины 1. Давайте сначала обсудим, что такое решение образует отрезок длины 1. Вот если убрать понятие параметра и просто вспомнить неравенство, как выглядит отрезок длиною 1 в виде решения? Ну, например, ты там одз написал, всякие там методы интервалов, все это пересек, и в конце получается, допустим, ответ от 5 до 6, и вот этот участок закрашен. Вот это означает, что отрезок длиною 1, потому что от 5 до 6 ровно 1 расстояние. Или, например, могло бы быть там от 10,5 до 11,5. Тоже длина решения отрезок 1. Хорошо. Получается, нам надо вот в этом неравенстве такие а найти, при которых решение всего неравенства будет отрезок длиною 1. Значит, что мы можем сделать? Если посмотреть вот на само неравенство, начать его анализировать, то это неравенство с двумя модулями, где есть два подмодульных разных выражения, и один из них зависит от параметра a. Как мы обычно решаем, уравнение или неравенство с двумя модулями? Мы ставим на числовую прямую нули подмодульных выражений, определяем знаки раскрытия модулей и рассматриваем случаи, которые, в принципе, могут быть. И вот давайте пойдем как бы стандартным образом, как бы мы решали это неравенство, если бы в нем не было параметра, а параметры просто аккуратненько будем учитывать, в моменте будем объяснять, что он обозначает. Давайте сначала найдем нули подмодульных выражений. Значит, получается, приравниваем к нулю, 2x минуса равняется нулю, x равняется a пополам. Вот a пополам это ноль вот этого модуля, то, что приводит это выражение в ноль. Окей, здесь x плюс 3 равно нулю, получается x равняется минус 3. Значит, a пополам и минус 3 наши нули подмодульных выражений. Давайте глобально обсудим, что может быть у нас. У нас по факту может быть три ситуации. Вот смотрите, первая ситуация. У нас, например, это a пополам находится левее, чем минус 3. Вот так вот, левее, чем минус 3. То есть, почему я говорю находится левее? Потому что он может быть и правее тоже. У нас же параметр это число. И вот первая ситуация, когда a пополам находится левее. И в зависимости от этого, вот написав это условие отдельно, мы раскрываем модули, расставляем там знаки плюс-плюс, минус-минус и так далее. Второй случай глобальный. Теоретически может быть такое, что это a пополам будет правее от минус 3 находиться. Вот так вот, да? Если, например, a будет каким-нибудь там положительным числом, тогда он будет больше, чем минус 3. А здесь a должно быть отрицательным числом, меньше, чем минус 6 получается. Вот. Второй случай такой. И тут тоже свои знаки раскрытия. Вот. И третий случай, если совпадает, да? Если, например, a пополам совпадает с минус 3. Тогда у нас будет просто два одинаковых модуля, и посмотрим, какие там могут быть решения. Если там будет решение, решение будет отрезок длины 1, то это значение параметра мы запишем в ответ. Но, по сути, все. То есть, нам нужно вот этот случай рассмотреть, вот этот случай, раскрыть модули, посмотреть, где там есть решение. И я, в принципе, вот учитывая, что a пополам меньше минус 3, на каких трех интервалах, всего же как бы три кусочка раскрытия модулей получается, на каких из них есть решение. А потом эти решения просто берем и из большего вычитаем меньше, и говорим равно единице. Ну, потому что, что значит отрезок длиной равный 1? Ну, например, условно там, если a вот здесь, а вот здесь, например, 16. Вот при каком значении параметра a решение неравенства будет отрезок длиною 1? Типа из a вычитаю 16, говорю, равно 1, тогда a получается 17. И как бы получается, при a равном 17 у нас решение будет отрезок длиной 1. Вот эти все, все эти значения. Ну все, давайте тогда рассмотрим первый случай, когда a пополам меньше минус 3. Поехали. Значит, вот мое неравенство. Первый случай. a пополам находится, значит, левее минус 3. Давайте сразу скажем, какие-то условия на a накладывать. a меньше минус 6 получается. Двоеточие. И теперь делаем числовую прямую такую. Вот. И ставим сюда, значит, a пополам. Ноль вот этого модуля. И здесь минус 3. Минус 3. Окей. Далее. Давайте определять знаки каждого из модулей. Вот это правый, это левый. Если поставить число 0, например, вместо x, тогда получается, что, значит, этот модуль будет раскрываться с плюсом. Это тоже будет с плюсом, учитывая, что a у нас как бы отрицательное. Потому что, если это заморяется, то есть 0 минус отрицательное число будет отрицательным. Дальше. Здесь, получается, правый модуль с минусом раскрывается. Если, например, взять какое-нибудь там число минус 4. Вот. А это число, это с плюсом еще раскрывается, потому что мы правее его нуля находимся. Здесь оба с минусом. И вот три интервала. Хорошо. Теперь на каждом из этих интервалов мы должны раскрыть модули, посмотреть, какие будут решения x. И посмотреть потом вот это условие, a меньше минус 6, тоже имеет значение. Вот мы можем просто посмотреть, на каждом ли интервале, в принципе, у нас есть возможное решение для этого неравенства, учитывая, что у нас a пополам меньше минус 3. Вот это как бы две эти штуки в голове надо будет держать. Короче, давайте пока посмотрим. Итак, пункт 1.1 назовем. Если a меньше, если x меньше, чем a пополам. Вот так вот. Первый левый интервал рассмотрим. Ну, традиционно начинаем с левого, потом центральный, потом правый. Если x меньше, чем a пополам, то оба модуля раскрываем с минусом. Получается минус 2x плюс a плюс 1 меньше либо равняется минус x минус 3. Раскрываем с минусом, это значит просто минус перед модулем ставим, скобку раскрыли. Вот. Теперь давайте x выразим отсюда. Минус x, значит, плюс a плюс 4 меньше либо равно 0. Тогда получается x, перекидываем вправо, больше либо равняется a плюс 4. Вот что мы выяснили. То есть, если у нас x меньше, чем a пополам, вот этот интервал, то, то есть мы рассматриваем решение вот здесь, которые могут быть, то решением будет x больше, чем a плюс 4. И смотрите, что мы можем сейчас сделать. Получается, что для того, чтобы вот этот случай имел решение, надо, чтобы a плюс 4 было левее, чем a пополам, где-то вот здесь вот. Почему? Потому что вот x больше, чем a плюс 4, это вот такой кусочек, а x меньше, чем a пополам, это вот такой кусочек. И тогда у нас решение будет. Вот. И для того, чтобы решение неравенства, в принципе, было вот на этом левом кусочке, то мы должны сказать, что a плюс 4 должно быть левее, чем a пополам, чтобы они перекрыли друг друга с одной и с другой стороны, чтобы у них было пересечение. Поэтому дальше я говорю. Дальше я говорю следующее. Значит, a плюс 4 должно быть левее, чем a пополам. Чем a пополам. Знак поставлю строгий, потому что здесь у меня знак строгий. Я модуль так решил пока раскрыть. Раскрытие модулей. Отдельный теоретический момент. Я по нему выпущу видеоролик. Поэтому обязательно подпишитесь на телеграм-канал. Турик мотанет по ссылке в описании. Модуль вообще не сложная тема. Просто нужно его грамотненько разобрать. И те, кто сейчас модуль шарит, вы уже прям хорошо сейчас прочувствуете решение. Кто не шарит, тоже до конца досмотрите, потому что интересно будет второй способ решения. Тут можно будет еще графически решить. Об этом попозже. Итак, я говорю, что a плюс 4 должно быть левее, чем a пополам, чтобы было вот здесь вот на этом кусочке решение. И при этом у меня a меньше чем минус 6 должно быть. a меньше чем минус 6. Это я что сейчас делаю? Вот эта системка обозначает, что если есть решение этой системы, то в принципе в случае, когда x меньше, чем a пополам, может такое быть, что a плюс 4 будет левее, чем a пополам. И решение может быть в принципе у этого неравенства. По поводу того, что длина решения отрезок 1, мы позже про это поговорим. Пока просто мы обеспечиваем наличие решения, потому что у нас как бы есть тут достаточно много условий на a. Давайте посмотрим эту систему. Решим. На 2 все умножаем в первом случае. Получается 2a плюс 8 меньше либо равняется a. Здесь a меньше минус 6. И если дальше мы ее решим, получается, вот сюда внизу напишу, a больше, так, a меньше либо равняется, так, тут знак строгий, знак строгий, знак строгий, история, вот так вот, вот так вот. Тут получается a меньше минус 6. Тогда получается a меньше минус 8. А меньше минус 8, потому что я сюда a перекидываю, восьмерку сюда. А здесь a меньше минус 6. И вот получается, что, значит, решение вот этой системы есть, да, потому что a меньше минус 8, это получается вот тут, вот a меньше минус 6, это вот этот кусочек. В пересечении a меньше минус 8, общее решение получается, что a должно быть меньше минус 8. То есть при a меньше, чем минус 8, на промежутке a меньше, чем x меньше, чем a пополам, будет точно какое-то решение, лежащее вот между вот этими значениями. И по сути дела, чтобы был отрезок 1, надо из a пополам вычесть a плюс 4, и чтобы ответ был меньше, чем минус 8. К этому мы позже вернемся. Но дело в том, что тут еще могут быть решения в других двух интервалах. И тогда нам нужно будет, допустим, если здесь тоже будет сейчас решение, нам нужно будет, чтобы отрезок вот этот был единицей равен. Нельзя, чтобы больше единицы было. Короче, погнали дальше. В общем, пока зафиксировали такую информацию, что при a меньше, чем минус 8, у нас на промежутке от минус бесконечности до a пополам, вот это неравенство, будет иметь точно решение. Хорошо. Теперь пункт 1.2. Рассмотрим случай вот этот промежуток, когда у нас будет лежать x в промежутке от a пополам до минус 3. Поехали. Раскрываем скобки. Значит, этот с плюсом раскрываем. 2x минус a плюс 1 меньше либо равно, это пока с минусом, минус x минус 3. Поехали. x найдем. 3x меньше либо равно, 3x меньше либо равно, так, a минус 4, тогда x меньше либо равен a минус 4 поделить на 3. Вот. Хорошо. Что это значит? Это значит, что вот на этом промежутке, вот здесь вот мы его теперь рассматриваем, если x меньше, чем a минус 4 поделить на 3, то у нас будет решение. Чтобы это произошло, нам нужно, чтобы вот это значение, a минус 4 поделить на 3, было правее a пополам, да? Почему? Потому что если a минус 3 поделить на 4 будет левее, чем a пополам, то учитывая, что x меньше этого числа, то у нас решение вот сюда уйдет, а промежуток вот здесь. А мы же хотим, чтобы было решение. Нам нужны ашки, при которых будет решение вообще у неравенства. Поэтому я должен загнать, как бы, a минус 4 поделить на 3 внутрь этого отрезка, причем неважно, будет правее минус 3 или нет. Главное, чтобы правее a пополам, чтобы вот на этом промежутке от a пополам до минус 3 при x меньше, чем a минус 4 поделить на 3, вот в эту сторону, вот здесь будет у нас решение. Поэтому, чтобы при втором случае раскрытия модуля был в принципе какое-то решение неравенства, я говорю, что значит, a минус 4 поделить на 3 должно быть правее больше либо равно, тут же у меня или равно, я здесь строго сделал, здесь включил a пополам, больше или равно, чем a пополам. Вот, отлично. При этом, при этом, значит, то есть, эта точка должна правее, чем a пополам, все верно. И еще a меньше минус 6, у нас как бы шлейфом всегда тянется. Почему? Потому что в этом и смысл этого случая, когда у нас a пополам левее минус 3, когда 0 левого модуля находится левее минус 3. Вот, поэтому все за него цепляется тут. Но это пока еще не ответ, это пока просто условие существования решения. Так, хорошо, давайте теперь крест-накрест и найдем, какие тут решения будут у этой системы. Получается, 2a минус 8 больше либо равняется, так, 3a, тут получается a меньше минус 6, и если до конца докрутить, получается здесь a меньше либо равно, меньше либо равно минус 8, да, и a меньше минус 6. Ну, вот здесь вот я 2a сюда перекинул, знак сюда смотрит. Ну, и тут тоже получается, a должно быть меньше либо равно минус 8. То есть, по сути дела, мы выяснили, что при a меньше минус 8, в принципе, вот на участке вот этом, x меньше, чем a пополам, и от a пополам до минус 3 могут быть решения. И эти решения получаются какие? Смотрите, в первом случае было x больше, чем a плюс 4, вот так вот, a плюс 4, вот сюда вот, до a пополам. А во втором случае от a пополам до a минус 4 поделить на 3. Вот где-то вот здесь будет a минус 4 поделить на 3. И прикол в том, что вот здесь вот решение. И вот у меня, по сути дела, с двух концов мой отрезок. Мне нужно, чтобы вот этот отрезок был длиною 1. Мы в конце сейчас это сделаем. Тогда я просто из большего a минус 4 поделить на 3 вычитаю a плюс 4, приравниваю к единице, и у меня будет значение a, при котором отрезок будет 1. И все. И главное, чтобы это значение было меньше, чем минус 8. Все, к этому мы позже вернемся. Так, окей, я пока это оставлю здесь. Хорошо. Теперь тут еще третий случай. Есть x больше, чем минус 3. Так, давайте пункт 1.3. Если x больше, чем минус 3, тогда мы раскрываем с плюсом оба модуля. 2x минус a плюс 1 меньше либо равняется x плюс 3. Перекидываем влево. x меньше либо равняется. Значит, 2, так, а, так, 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 x сюда перекидываем. x получается меньше либо равен, перекидываем сюда единичку, 2 плюс a, да? h тоже сюда перекидывается. Вроде правильно. Хорошо. Это что значит? Это значит, что, значит, на третьем интервале, чтобы было решение, надо, чтобы a плюс 2 было правее минус 3, да? Вот тут вот. Вот. Потому что x меньше, чем a плюс 2 вот так, x больше, чем минус 3 вот сюда, и вот у них пересечение будет. То есть мы говорим, что, значит, a плюс 2 должен быть правее, чем минус 3, при этом a меньше минус 6, это чтобы вот это главное условие этой ситуации работало тоже. a меньше минус 6, вот так вот. Тогда получается a больше минус 5 и a меньше минус 6. Вот такая системка. И тут мы что видим? Смотрите, a больше минус 5 и a меньше минус 6. Мы видим, что тут нет решения, нет пересечения. То есть, другими словами, ситуация, когда a пополам меньше минус 3 и когда рассматриваем два плюса раскрытия модуля, x больше, чем минус 3, оно в принципе не имеет решения ни при каких ашках. То есть, там про решение длиною 1 даже не имеет, не идет речи. Вот. Все. Хорошо. Тогда что остается у нас из этого случая? Тогда остается такое, что из пункта 1.1 1.2 у нас решения будут вот от a плюс 4 до a пополам и от a пополам до a минус 4 по факту вот этот целиком весь отрезок. И нам нужно, чтобы его длина была 1. Поэтому я могу в принципе сделать следующее умозаключение. Смотрите. то есть, я просто говорю, что значит итог, да, итог первого пункта. Итог. Значит, у нас есть вот такое вот решение у нас следующее. От a плюс 4 от a плюс 4 до a минус 4 поделить на 3. Вот этот промежуток. Там внутри есть a пополам, но это просто граница раскрытия модуля, поэтому он здесь находится. Мне на него пофиг. Глобально вот мое решение в виде параметра выраженное. И вот эта длина должна быть длиною 1 расстояние. Ну, тогда я просто говорю, что a минус 4 поделить на 3 минус a плюс 4 вот так вот. Это же большее число, да, исходя из того, что a пополам у меня левее минус 3. То есть, несмотря на то, что у меня все параметры выражены, я соблюдаю последовательность от меньшего числа к большему. Вот. Вычитаю, и все это должно равняться единице. И отсюда ответ выскочит. Поехали. a минус 4 на 3 все умножаю. Минус 3a минус 12 равняется 3. Тогда получается минус 2a равняется так, 16, 19. Тогда a получается минус 19 вторых или минус 9 с половиной. И вот, пожалуйста, первый ответ. Единственный момент, удовлетворяет ли он условию существования в принципе решения для первых двух случаев раскрытия модуля. a меньше минус 8, a меньше либо равно минус 8. А у нас минус 9 с половиной, это меньше, чем минус 8. Значит, все хорошо. Это наш первый ответ. Внимание. Получается, что наше неравенство вот это вот при a равном минус 9 с половиной, вот сюда если подставить вместо a минус 9 с половиной, то решение неравенства будет отрезок ровно длиной 1. Можно даже вместо a вот сюда подставить это минус 9 с половиной и посчитать, какое будет это решение. Но это нас сейчас не спрашивают. Нам нужно теперь глобально второй случай рассмотреть, когда наоборот теперь a пополам правее минус 3. То есть этот случай закрыли, оттуда вытащили, a равняется минус 9 с половиной решение. Теперь второй случай. Поехали. Принцип тот же самый. Я просто говорю, что пункт 2 a пополам на этот раз правее, чем минус 3, а значит a больше, чем минус 6. И просто делаем три раскрытия. Значит, поехали. Получается, на этот раз минус 3 будет у нас левее находиться, a пополам правее и раскрываем модуль. Давайте какое-нибудь там большое число возьмем, правее, чем a пополам. Например, ну, можно взять условно a плюс 1 пополам для ашки, а для вот этого нолик. Ну, короче, первый модуль правый откроется с плюсом, второй тоже откроется с плюсом, если взять, например, a плюс 1 пополам вот сюда подставить, это будет a плюс 1 минус a, как бы единичка останется внутри модуля. Ну, это не принципиально. На самом деле, у нас как бы, если перед x, ну, это уже из теории по модулям, да, если перед x нет минуса, то у нас справа раскрытие, правый интервал тогда будет плюс. Это логично. Вот. Так, окей. Тогда здесь посерединке теперь мы перешли а пополам в левую сторону, тогда этот раскроется с минусом, а первый модуль с плюсом все еще, потому что правее минус 3. Здесь оба с минусом. Окей. Пункт 2.1. Рассматриваем случай x меньше, чем минус 3. Двоеточие. Так. Оба с минусом раскрываем. Минус 2x плюс a плюс 1 меньше либо равняется минус x минус 3. Давайте сразу x выразим здесь. x получается больше либо равен. Так. a плюс 4. Вот так вот. x сюда перекинул и тройку сюда. Теперь получается, чтобы решение было на интервале от минус, бесконечно до минус 3, a плюс 4 должен быть левее, чем минус 3. Вот тогда решение будет. Тогда я говорю, a плюс 4 должно быть левее, чем минус 3, а при этом a должно быть больше, чем минус 6, чтобы в принципе решение были. А в конце уже поговорим про отрезок в простом случае. Получается, a меньше, чем минус 7 и a больше, чем минус 6. Опа! И тут мы что видим? Мы видим, что у нас тут нет решения, да? Первое неравенство a меньше, чем минус 7. Второе неравенство a больше, чем минус 6. Пересечения нет. То есть, в принципе, невозможно, не может быть решения в случае, когда a пополам правее минус 3, и при этом рассматриваем случай, когда x меньше, чем минус 3. Вообще там нет решения, какое там решение отрезок 1 даже как бы не пахнет этим. Окей, тогда тут просто мы говорим, что в этом случае нет решения. Но у нас еще есть два случая раскрытия модуля, дай бог там что-нибудь появится. Пункт 2.2. Так, поехали. Теперь рассматриваем кусочек от минус 3 до a пополам. Так, окей. Раскрываем первый с минусом, второй с плюсом. Минус 2x плюс a минус 2x плюс a плюс 1 меньше либо равняется x плюс 3. Так, окей. Теперь давайте минус 2 сюда перекидываем. Это будет 3x равняется a минус 2. Так, не равняется, больше либо равно. 3x больше либо равно a минус 2. Тогда x больше либо равен a минус 2 поделить на 3. a минус 2 поделить на 3. Так, отлично. Значит, вот такое получилось у нас x. Вот такое решение для x. x больше, чем вот это значение. Напомню, мы находимся вот на этом интервале. Чтобы решение неравенства было на этом интервале, надо вот это, чтобы значение a минус 2 поделить на 3 было левее, чем a пополам. Почему? Ну, потому что тогда у нас будет решение вот x больше, чем a минус 2 на 3 в эту сторону. И вот здесь ограничивается отрезок. Вот получается кусок решения. Тогда получается a-2 поделить на 3 должен быть левее, левее либо равен, или равно есть, a пополам. Но при этом a больше, чем минус 6, это база, которая обеспечивает в принципе существование этого случая. Все, отлично, теперь крест-накрест 2a-4 меньше либо равняется, чем 3a. a больше, чем минус 6, тогда получается a больше либо равно минус 4 и a больше, чем минус 6. Тогда получается решение есть, потому что если a больше, чем минус 4 в первом случае, во втором случае больше, чем минус 6, побеждает a больше, чем минус 4. Значит, при a больше либо равно минус 4, у нас будет решение этого неравенства. В случае, когда a пополам правее минус 3. И вот на этом промежутке между минус 3 и a пополам. Вот где-то здесь будет решение. Если вот здесь тоже будет решение, то мы опять найдем эту точку правую. И отрезок, скажем, равен единиц, как в прошлый раз. Если тут не будет решения, то вот этот отрезок должен быть равен единице. То есть мы, по сути дела, что делаем? Мы в параметрах выражаем ответ от меньшего числа к большему. И смотрим целиком, какой ответ, какой в принципе есть закрашенная область для решения. И делаем его единиц. То есть тут тоже в предыдущем случае, если бы не было, например, вот этого кусочка, вот здесь вот, решение. А был бы только вот здесь. То мы сказали бы, a пополам минус a плюс на 4 должно быть равняться единице. И у нас тоже выскочила бы a, при которой единственное решение равнялось бы отрезку 1. А здесь как бы вот это есть решение и вот это тоже. И отрезок как бы целиком берется от a плюс 4 до a минус 4 на 3. Это прикольный моментик. Окей, поехали. Значит, тут решение есть в этом случае. И последний случай 2.3, когда у нас x больше, чем a пополам. То есть оба раскрываются с плюсом. 2x минус a плюс 1 меньше либо равняется x плюс 3. Тогда получается x меньше либо равняется a плюс 2. Верно? x сюда перекинул. a плюс 2, да. Окей, тогда чтобы были решения, надо чтобы a плюс 2 было правее, чем a пополам. Вот чтобы возможно были решения. То есть a плюс 2 должно быть больше, чем a пополам. Тогда при этом a больше, чем минус 6 тоже важно нам. a больше, чем минус 6, чтобы решение в принципе существовало. Ну поехали. Если получается 2a плюс 4 на 2 умножая первое неравенство больше, чем a, a больше, чем минус 6, тогда получается первое неравенство a, значит, a больше, чем минус 4 и a больше, чем минус 6. То есть отлично, тут тоже есть решение, круто, круто, тогда получается больше, чем минус 4, тут больше, чем минус 6. И вот получается при a больше, чем минус 4. Вот этот случай тоже имеет решение, то есть вот тут тоже будет ответ. Таким образом у нас, как в прошлом случае, вот возможное решение для x при заданных ашках. И нам нужно, чтобы этот отрезок был единицы. Из большего числа a плюс 2 вычитаем, а минус 2 поделить на 3, переравниваем к 1, вот и все. То есть чтобы отрезок был 1, длиною 1, давайте тоже такую штуку сделаем. Итог как бы пишем. Здесь получается a минус 2 поделить на 3, здесь a плюс 2. И вот надо, чтобы этот отрезок был длиною 1. 1, тогда я из a плюс 2 вычитаю a минус 2 деленное на 3, вот так вот равно 1 пишу. Все, тогда получается 3a плюс 6 минус a плюс 2 равняется 3, a равняется минус 5, 2a только. Тогда a получается минус 2,5. И проверяем, минус 2,5 правее, чем минус 4? Да, больше, то есть подходит. И вот, пожалуйста, наш второй ответ. И все, глобально мы все рассмотрели, кроме третьего, последнего случая. Значит, здесь, смотрите, вот тут получается мы, во втором случае решение получилось a равняется минус 2,5. Вот, раз, два. То есть если минус 2,5 вот сюда вместо a подставить, то решение неравенства будет такое, что отрезок будет 1. Можете проверить на вольфраме там, где угодно. Это прикольно. Вот наши два ответа. И последний случай, когда подмодульные выражения равны. То есть когда у нас a пополам равняется минус 3. Значит, если a пополам равняется минус 3, то это значит a равняется минус 6. Что у нас с неравенством произойдет? Вот сюда подставляю минус 6. И тогда у нас неравенство будет 2x плюс 6 плюс 1 меньше либо равняется x плюс 3. По факту мы просто смотрим, что произойдет. Вот, если там будет решение отрезком 1, то еще минус 6 в ответ пойдет. Так, здесь предлагаю двойку за скобки. x плюс 3 минус x плюс 3 влево перекину модуль. А единичку вправо минус 1. Получается 2 крокодила минус 1 крокодила. x плюс 3 в модуле меньше либо равняется минус 1. А это невозможно, да? В модуле не может быть меньше отрицательного числа. То есть тут просто нет решения. То есть получается при a равном минус 6 вообще нет решений. И тогда мы полностью все разобрали и у нас получается ответ. a равняется минус 2,5 и a равняется минус 8, минус 9,5, да? Минус 19 вторых. Вот такие два ответа. Прикольно. Классно. Так, хорошо. Теперь. Теперь, значит, очень прикольный анализ. И обратите внимание, я не сделал ничего сверхъестественного. То есть нужно просто уметь раскрывать модули, решать простейшее уравнение, не равенство двумя модулями. Ничего сложного в этом нет. Мы с учениками на курсе за одну теорию и один урок это закрыли. За два часа, по сути. А дальше просто понимаем, что параметр двигающиеся значения. Вот. И ставим его туда, куда нам надо. Так, окей. Теперь давайте принципиально другой способ рассмотрим. Графический. Графический. В неравенствах часто бывает так, что можно и аналитикой, и графикой решить. И графикой проще обычно. Смотрите. Значит, что мы можем здесь увидеть? Вот если посмотреть на это неравенство с точки зрения графика, давайте вот перекинем единичку сюда, чтобы у нас на одной стороне был только параметр, а на другой стороне все, что без параметра. х плюс 3 минус единица. Вот так вот. И теперь рассмотрю функции. Левую и правую части. Почему удобно рассмотреть? Потому что это галочки. Это галочки, у которых известно смещение. У этого вообще все известно. Вершина галочки известна, сейчас нарисуем. А у этого смещение по оси х происходит. Значит, 2х минус а. Вот здесь, кстати, я предлагаю сделать так. Двойку за скобки убрать. х минус а пополам. Чтобы вот это смещение по оси х, вершину по оси х, была х равняется а пополам. Ну, как в прошлой задачке, в общем-то. А вторая функция g от х, она у нас фиксирована. Ее мы прям сразу нарисуем. По х смещение на 3 влево, по у на 1 вниз. И глобально что мы имеем? У нас, по сути, должно произойти так, что f от х функция меньше либо равна g от х. Вот это как бы база, которую нам нужно сейчас использовать. То есть найти такие а, при которых левая функция будет ниже правой. Что это значит? Это значит, значение левой функции по у при определенных х должно быть меньше, чем значение по у при тех же х у функции справа. И этот отрезок х должно равняться длиною 1. Вот сейчас, может быть, сложно звучало. Смотрите, глобально какая ситуация. Условно говоря, давайте прям схематично. Вот получается, вот одна галочка у нас будет примерно вот такая. Сейчас мы ее нормально рисуем потом. Вот так вот. А вторая галочка будет гулять, допустим, вторая галочка, вот это, пускай будет галочка g, да, функция. А галочка f, допустим, может быть вот здесь вот. Но она гуляет по оси х, то есть она влево-вправо вот так вот бегает. Вот если вот такая ситуация будет, да, то получается, смотрите, какие бы я иксы не взял, у меня значение функции g, то есть по у, у красной галочки будет, красная галочка это g, да, я сказал, будет меньше, чем у черной галочки. Вот по у ниже, чем значение функции. У красной ниже, чем у черной. То есть нам это не подходит. Нам нужно сделать так, чтобы функция f, которая гуляет по оси х, была как бы ниже, ниже, снизу функции g. Вот нам нужно, чтобы произошло вот так вот, короче говоря, вот так вот, чтобы было. Чтобы вот при одних и тех же иксах значение функции у f было меньше, вот, ниже, вот оно, меньше, чем значение функции у g. И вот чтобы надо, чтобы вот эти иксы, которые это обеспечивают, длиною, чтобы был отрезок 1. Вот что нам нужно сделать по факту. Тогда будет решение неравенства отрезок 1, потому что при, получается, иксах, которые, допустим, там от минус 6 до минус 5, у нас как раз будет такой участок, где значение функции у f меньше, чем у g. И отрезок ровно единичка будет. Короче, прикольный момент. Давайте вот что сделаем. Давайте нормально нарисуем функцию g, функцию f и решим этот пример. Так, значит, рисую координатную плоскость. Координатную плоскость. Так, смещение, смотрите, значит, у нас получается тут на 3 вправо, на 1 вниз, на 3 вправо, вершинка, на 1 вниз, минус 1. И тангенс угла наклона здесь единичка, да, то есть под 45 градусов. То есть нижний график будет вот такой. Так, вот сюда, здесь вот, вот сюда. Вот это график, значит, g от x равняется модуль x плюс 3 минус 1. Писал его. Хорошо, теперь f от x. У f от x смещение a пополам гуляет по x, а вот это вот значение коэффициента двойка, то есть он немножко так вот вверх смотрит, да, более острое. Тогда что получается? Смотрите, мне... Давайте я его прям синим цветом возьму, другим. Мне не подходит случай, когда, например, g, f от x будет посерединке находиться вот так вот, потому что тогда при одних и тех же x значение функции f будет выше, чем значение функции g. Мне нужно, чтобы f была ниже. И, на мой взгляд, это только вот две ситуации возможные, по сути. Вот одна ситуация вот такая. Вот когда у меня, значит, функция g, f точнее, функция f от x от a, да, он параметры еще зависит, вот так вот в общем виде напишу. Значит, такова, что вот есть какие-то две точки, x1, x2 назовем вот давайте. Вот эта вот x1 точка, это пускай будет x1. Вот эта точка пускай будет x2. x2. И вот на расстоянии от x1 до x2 значение функции f меньше либо равно значению функции g. Вот, потому что, условно, вот я беру какой-то, хоп, по y синяя функция ниже, чем по y черная функция. И мне просто нужно, по сути дела, найти пересечение графиков синего, синей галочки и черной галочки, найти x, x1, x2 и с x2 вычесть x1. То же самое, что мы в предыдущем примере делали. И сказать, что это расстояние должно равняться единице, а оно выражено будет через параметр. Вот, и все, это первый случай получается. А второй вот, то есть я могу еще левее уйти, но там у меня отрезок будет увеличиваться вот этот. Мне самое важное, чтобы вот этот отрезок равнялся единице, чтобы ответ был правильный. А второе вот с этой стороны получается, да, вот я вот так вот просто делаю второй случай. И условно, пускай будет, например, тут x3 точка, а тут x4. И мне нужно найти этот x3, x4, мы сейчас это сделаем, и сказать, что x3 минус x4 равно единице. И второе значение параметра выскочит у нас. Окей, давайте выясним, как находить, например, x1. Чтобы x1 найти, нам нужно пересечь у функции f левую ветвь убывающую с левой убывающей ветвью у функции g. Это означает, что раз они убывают, то мы должны обе функции раскрыть с минусом. То есть вот эту функцию и вот эту раскрываем с минусом, потому что мы относимся к убывающим частям. Чтобы минус 2x убывающий, тут минус x было. И мы рассматриваем пересечение двух линий убывающих и найдем x1 таким образом. Поехали. Если тут с минусом раскрыть, это будет минус 2x плюс а. Минус 2x плюс а равняется. И здесь с минусом раскрываем. Минус x минус 3 минус 1. Минус x минус 3 минус 1. Так, окей, теперь x давайте выразим. Получается x равняется, право перекинул, а плюс 4. Тут сейчас знакомые числа будут на самом деле. Потому что графические, это то же самое, что аналитические, просто виднее на графике. x получается а плюс 4, x1 вот этот вот. x1, а плюс 4. Вот, хорошо, будем иметь в виду. Теперь давайте x2 выразим. x2 получается какой? Здесь мы возрастающую прямую берем у f функции, а у g убывающую. Раз у функции f берем возрастающую, то просто с плюсом раскрываем. 2x минус а, а эту с минусом раскрываем то же самое. Минус x минус 3 минус 1, потому что вот убывающая черная. Окей, находим отсюда x. x равняется а минус 4. Так, 3x вот так. 3x равняется а минус 4. Тогда x равняется а минус 4 поделить на 3. И все. И по сути дела нам нужно теперь из x2 вычесть x1 и сказать отрезок равен единице. То есть нам нужно теперь, чтобы x2 минус x1 равнялась единице. Вот. И найти значение параметра. Берем x2, а минус 4 поделить на 3. Минус x1 это а плюс 4. Вот. Из этого вычитаю вот это. И это должно равняться единице. Хорошо. Давайте посчитаем. На 3 все умножим. а минус 4 минус 3а минус 12 равняется 1. Тогда минус 2а равняется 19. И пожалуйста, а равняется минус 9,5. При а равном минус 9,5 вот такая картинка реализуется. Проверьте на десмосе. Если хотите, десмос.ком. И будет отрезок вот этот вот ровно длиной 1. Чему он там равен? Ну, можно тоже проверить. Подставить вместо а минус 9,5 сюда и видно будет. Так, это первый ответ. Отлично. И второе. Значит, x3, x4 надо найти еще. Ну, давайте вычислим x3. Чтобы x3 найти, нам нужна возрастающая черная и убывающая синяя. То есть мы, получается... Можно я сюда синюю перепишу вот так, чтобы перед глазами было? 2x минус а. 2x минус а. Синяя убывающая нужна. То есть минус 2x плюс а. С минусом раскрываем модуль. А черная возрастающая, то есть с плюсом раскрываем вот это. x плюс 3 минус 1. Все. Тогда получается, значит, 3x равняется а минус 2. x равняется а минус 2 поделить на 3. Отлично. И x4 осталось. x4 это обе с плюсом. Вот черная возрастающая, синяя возрастающая. Обе с плюсом. Получается 2x минус а равняется x плюс 3 минус 1. Тогда x равняется а плюс 2. Отлично. И теперь из x4 надо вычесть... Из x4 вычесть xа x3 и сказать равно единице, чтобы отрезок вот этот равнялся одному ровно. Ну, давайте это сделаем. Вот тут местечко у нас еще осталось. Получается x4 это а плюс 2. Вычитаю x3. Это а минус 2 поделить на 3 равняется одному. На 3 умножаем. 3а плюс 6 минус а. Тут плюс 2 будет. Минус перед дробью равняется 1. Тогда получается 2а равняется... О, тут 3. Сори. Тут 3. Равняется 3. Тогда 2а равняется минус 5. А равняется минус 2,5. Пожалуйста, вот наш второй ответ. Значит, при а равном минус 2,5 и при а равном минус 9,5 у нас два случая есть всего, когда решение неравенства вот этого вот будет отрезок длиною 1. Вот, два случая, короче, всего. Больше не может быть, потому что там правее, если уходит черный ветвь, черная галочка, там решение больше 1 будет, левее решение меньше 1, в один момент решения вообще нет. Вот, ну как-то так. Ну, короче, оба случая прикольные и оба способа решения. С графикой попроще, да? Но нужно как бы вот этот момент несложный на самом деле, просто уметь анализировать, что если один график ниже другого, то реализуется нужный знак неравенства. Все, всем большое спасибо. Заходите в телеграм-канал, Турик Матанет называется. Турик Матанет. Там я буду еще рассказывать что-то еще про параметры разные другие тоже. И, на мой взгляд, неравенство одно из сложнейших заданий, в принципе. А вообще параметра ничего сложного нет. У меня вот в февраля будет курс по параметрам, там будет 12 уроков практических, еще теоретических штук 5, где мы полностью раскидаем параметры, чтобы к ЕГЭ быть готовым. Если вы более-менее решаете уравнение неравенства, то все получится, научимся, все будет кайфово. До встречи в ТГ-канале по ссылке в описании. Пока-пока, увидимся. ТГ-канале по ссылке в описании.